Шокирующая близость директора школы подозревали в растлении родного сына в Алмасинской области. По данным информационных агентств, к стражам порядка обратилась мать мальчика. Она заявила, что не знала о чудовищных деяниях собственного мужа. Информацию о вопиющем случае появилась еще летом. Мой коллега, ведущий обзора тревожных новостей, Алибек Розабаев, следил за этой историей, в которую не сразу поверили жители Инбекши Казахского района. Алибек, действительно ли факт изнасилования подтвердился? Лова, скажу больше. Сегодня суд поставил точку в этом скандальном деле. Есть информация, что директор уволился по собственному желанию в июне. Связано ли его решение с началом расследования, неизвестно. По материалам уголовного дела он несколько лет насиловал своего сына. Его обвиняли по двум статьям. Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего, и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Отмечу, суд проходил в закрытом режиме. За бесчеловечный поступок горе отца приговорили к 16 годам тюремного заключения с пожизненным лишением права занимать педагогические должности. В суде Алматы продолжаются разбирательства по громкому делу об убийстве двух детей, тела которых были найдены в холодильнике. Обвиняемые родители полуторагодовалых близнецов не могут вспомнить все обстоятельства случившегося и постоянно путаются в показаниях. Алла Волченко утверждает, что три дня искала детей. Но свидетели указывают на несостыковки в ее ответах. Волченко, вы определитесь вообще в показаниях своих? Что-то я не могу понять. Так кто из вас был пьяный и вы пытались узнать, или он вам не говорил? Отец близнецов, Эмиль Гельмудинов, признался, что убил собственных детей в приступе белой горячки. Однако, по словам следователя, его жена знала о чудовищных планах мужа. Сегодня в суде зачитали протокол одного из допросов. Выяснилось, что у Волченко началась паника. Она просила оставить живых хотя бы одного ребенка. А старший сын избежал страшной участи только потому, что его любили больше. Напомню, жуткое убийство произошло в середине сентября. В съемной квартире в холодильнике обнаружили сумку с телами двух мальчиков. По подозрению, в убийстве были задержаны родители детей. Смертельный переезд. 17 человек, пострадавших в результате столкновения тепловоза и микроавтобуса, при городе Жанаузельна, выписаны. 10 человек по-прежнему находятся в больнице, в их числе дети. Больше всех пострадала 10-летняя девочка. Ей пришлось ампутировать обе ноги. В ее отношении врачи пока не дают никаких прогнозов. До сих пор она в состоянии стопора, она пока в реанимации. Да, самое главное сейчас, чтобы наша задача ее вывести из этого состояния, чтобы более-менее как-то прогноз уже определить. Есть и хорошее, что двоих детей сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Еще один ребенок перейден в отделение травматологии. Напомню, микроавтобус, переполненный пассажирами, буквально разорвало на части в результате столкновения на железнодорожных путях. Кузов сложился вдвое. 9 пассажиров погибли на месте, в том числе водитель. 27 человек были госпитализированы. Также стало известно, что в момент аварии дежурный по переезду находился в состоянии алкогольного опьянения. Ребенка высадили из автобуса в Астане. 11-летняя девочка потеряла 200 тенге на остановке, поэтому ей нечем было заплатить за проезд. На действие кондуктора маршрута номер 303 пожаловалась мать школьницы Баян Муварак. Она подходит и спрашивает за проезд. Она говорит, извините, я потеряла деньги, можно доехать. Кондуктор говорит на казахском, жок, шок. Она выходит не на той остановке, где именно нету, никогда не бывает народу. То есть, где не бывает даже час пик. Она выходит, никого нет, начинает плакать со страхом. В нашем распоряжении оказались только часть видеозаписи, где девочка зашла в автобус, прошла в салон и обратно вернулась к двери. Известно, что школьница возвращалась с тренировок одна, сама женщина была на работе, у девочки разрядился телефон, и она не могла никому позвонить. По словам матери, она зашла в другой автобус, где за проезд плачущего ребенка заплатила чужая женщина. После этого инцидента в автобусном парке кондуктору объявили строгий выговор и лишили премий. Пропал без вести. 30-летний мужчина исчез во время отдыха на реке Ильи. Более 40 дней его разыскивают полицейские, сотрудники чрезвычайных служб, егеря и лесники. Поиском подключились и волонтеры, но пока все безрезультатно. Историю исчезновения узнал Максим Григорьев. Роман Шмеер на экране мобильного телефона показывает карту. Большим красным пятном на ней отмечено место стоянки рыбаков. В ту злосчастную поездку к реке Ильи он с братом Эдуардом отправился 25 октября. На берегу познакомились еще с тремя рыбаками. Но когда к месту стоянки подъехал красный автомобиль, отдых перестал быть спокойным. Вновь прибывшие стали стрелять по банкам. Эдуард попросил прекратить стрельбу. Завязалась драка, после которой мужчина исчез. После этого мы стали смотреть. Все говорят, вот тут возле машины лежал. Он исчез. Вот Александра, которого еще сильно тоже избили. Он говорит, надо ехать в полицию писать заявление. Они вообще сказали сейчас, типа, приедем тут у вас всех. Порешим. После обращения в полицию на место происшествия выехали лесники, егеря и оперативники. Вместе с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям к поискам подключились алматинские специалисты республиканского оперативно-спасательного отряда с собаками-поисковиками. Прошлись 15 километров. Разделись на две группы. Один киналок в первой группе, второй киналок в второй группе. Мы искали большую площадь. Вот опознаю, в вечере искали вилитаты отрицательные. Во время поисков на берегу нашли обувь и перчатки Эдуарда. Полицейские также установили человека, который, возможно, последним видел его живым. Он отдыхал на противоположном берегу со своей семьей. И утверждает, что мужчина попросил его перевезти. Мы известно, что, возможно, мужчина также пытался переплыть реку. Он пытался уйти пешком в сторону Алматы. Поиски Эдуарда Жумодилова идут более 40 дней. Все это время его мать Татьяна Жумодилова не находит себе места. От безысходности женщина даже обращалась к гадалкам. Они посоветовали ждать. Ну, я чувствую, что он жив. Мне кажется, его удерживают. Вам еще вот сказать, что вы гадалки? Ну, я ходила, да. И все как одна говорят, что он жив. И стена стоит какая-то, что-то мешает. Удерживают. Полицейские уже установили всех участников событий того вечера. Они отрабатывают различные версии исчезновения Эдуарда Жумодилова. К поискам подключились волонтеры. Но пока результатов нет. Максим Григорьев, Максим Шулепов. Алматы. Если вы видели Эдуарда Жумодилова и знаете что-то о его местонахождении, позвоните по телефону 8 705 209 61 18 или 8 777 831 34 77. Родные ждут его возвращения. Стоит отметить, что каждый день к нам обращаются родные пропавших казахстанцев. Мы просим всех наших зрителей не быть равнодушными в чужой беде. Алло, не раз благодаря нашим телезрителям люди возвращались домой. Все редакции вместе с волонтерами, родными. Мы радуемся этому. Будем и верить, что в этом случае будет так же. В завершении напомню, если вы стали свидетелями...